Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут доктор Атабеков, это канал На Пульсе. И еще раз хочу поговорить о том, как упражнения влияют на чувствительность к инсулину. Это новое исследование 2022 года, где приняли участие 21 человек с лишним весом. И известно, что сидящий образ жизни, метаболический синдром, инсулинорезистентность, она возникает не только в органах, но и в мозгу. И хотели понять, помогут ли упражнения восстановить чувствительность мозга к инсулину. То есть убрать инсулинорезистентность в центральной нервной системе. То есть был 21 участник, 14 женщин, 7 мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни и страдающих лишним весом. Вплоть до очень тяжелого ожирения. И предварительно перед исследованием им провели оценку чувствительности к инсулину. Как это делалось? В нос вводился специальный инсулин и смотрели, делали специальное МРТ, функциональное МРТ, которое показывает, как работают те или иные структуры головного мозга. Они 8 недель занимались под контролем физическими упражнениями, аэробной гимнастикой, после чего заново делали им опять это функциональное МРТ с инсулином и что нашли? Усиленная активность некоторых структур в головном мозге, вызываемая инсулином. То есть мозг стал лучше реагировать на введение вот этого внутренненосового инсулина. При этом лучше стали работать митохондрии в мышцах, соответственно. Митохондрия это что такое? Это батарейки, это электростанции наших с вами клеток, то есть то, что вырабатывает энергию. Дальше уменьшилось количество, естественно, жира вокруг внутренних органов, то есть внутреннее ожирение уменьшилось, уменьшилось чувство голода и улучшились когнитивные функции, такие как, допустим, память, концентрация внимания и другие. И это еще раз подчеркивает, насколько физические упражнения важны, что любое лечение всегда стоит начинать с изменения образа жизни. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Будьте здоровы. До свидания.